Девчонки, привет! Это снова я, вы на канале Ната Лайв. Сегодня у нас Красная Пятница, мы, конечно же, будем красить яйца и печь пасхи, как было заявлено в предыдущем видео. Пасхи я пробовала печь в прошлом году, но, скажу честно, у меня не получилось. Они, конечно, были вкуснее, чем магазиновские в любом случае, но не получились такие, как я бы хотела. Но в этом году у меня попытка номер два. Но только я взяла немного другой рецепт, взяла из интернета. И сейчас вместе с вами буду впервые по этому рецепту пробовать готовить пасхи. Хочу для начала сделать тесто, потому что по рецепту оно 3 часа должно подходить, а потом уже будем красить яйца. Ну что, девочки, приступим? Итак, нам понадобится 8 яиц. Разбиваем в большую емкость 8 яиц. В кастрюльку берем побольше, потому что, как утверждает автор рецепта, тесто поднимется очень-очень хорошо. Сколько я уже сделала? Раз, два, три, четыре, пять. Вливаем наши яйца. Можно воспользоваться миксером. Но я буду так, вручную. Добавляем 250 грамм разогретого, но не горячего уже масла. Можно маргарина. У меня масло. Все тщательно помешиваем. Сюда же добавляем 500 грамм сметаны. В средней жирности у меня в этой банке 900 грамм. Ну, то есть, где-то полбанки, чуть больше. Все, опять же, тщательно перемешиваем. Ой, чувствую, кастрюля, по-моему, будет маловатая. Так, теперь сюда отправляем 400 грамм сахара. Можно 450. Теперь подбавим сюда ванили. Опять все мешаем, мешаем. Добавляем еще немножечко соли, пол чайной ложечки. Все тщательно перемешиваем. Дальше. Теперь я беру муку. У меня здесь полтора килограмма муки. И добавляю сюда дрожжи. В каждой пачке у меня 11 грамм. По рецепту мне нужно 15 на это количество муки. Добавляю дрожжи прямо в муку. Добавляю полторы пачки дрожжей. Так, перемешиваем нашу муку вместе с дрожжами. И потихонечку начинаем добавлять в нашу готовую уже смесь. Сначала добавим немного. Вот так, постепенно добавляем, добавляем и размешиваем. Вот у нас уже какое тесто получается. Густеет уже. Но пока все-таки, конечно, еще жидковатая мукость. Подбавим. Перед последним добавлением муки, вот здесь осталось у меня не очень-то и много, я добавлю сюда еще изюм. Изюм у меня 300 грамм. Добавляем наш изюмчик. И хорошенечко все это перемешиваем. Ну, добавляем оставшуюся муку. И все хорошенечко перемешиваем. У нас получилось вот такое вот вязкое тесто. Теперь мы должны оставить его и ждать, когда оно подымется. Часа два-три. Если будет очень сильно подыматься, то мне придется переложить его, разложить его по двум разным кастрюлькам. Итак. Сейчас мы накроем его крышечкой и будем ждать, когда оно подымется. Ну, а пока наше тесто подходит, мы покрасим яйцем. Вчера я купила специальные корешки, по-грузински они называются Эндро. Мне было интересно, как это будет звучать по-русски. Я заглянула в интернете и оказывается, это многолетнее травянистное растение, которое называется Марена. Вот. Вот такое вот растение. И этими корешками, оказывается, красят не только яйца. Можно красить и хлопок, какие-то ткани. Это очень издревле известный способ. Ну, не суть. Сегодня мы будем красить ими яйца. Сейчас я вам их покажу. Девочки, вот так они выглядят, эти корешки. Вот. Я их уже помыла. Сейчас я их мелко поломаю. Некоторые даже толкушечкой толкут прямо так до порошка и потом уже ставят варить. Ну, я просто мелко поломаю, положу в кастрюльку, где-то вот так до половины наберу воду и поставлю вариться. И когда они закипят, где-то полчаса они будут у меня вариться. И потом я оставлю на какое-то время, чтобы они вот настоялись. Часа на два, наверное. Ну, а потом уже приступлю к покраске. Наши корешки уже сварились, настоялись. И теперь я процежу их. Процежу через ситица. Видите, какого цвета получилась вода. Все, корешки нам больше уже не нужны. Мы их выбрасываем. А потом в этой же кастрюльке будем варить яйца. Эту воду перелем обратно и будем варить наши яйца. Пока они не покрасятся. Что хочу сказать, девочки. Берите какую-нибудь старую кастрюльку, потому что она очень сильно окрашивает изнутри ее. И потом это очень-очень долго не отмывается. Вот и не сеточка, и не бемолюксом, в общем, и ничем. Поэтому желательно брать какую-то старую посудину. Ну все, от корешков мы избавились. Переливаем обратно нашу жидкость. Ну вот, она получилась, конечно, не красного цвета, а какая-то такая рыжая-коричневая. Так что яйца у меня, наверное, получатся какие-то оранжево-коричневые, не красные. Ну, зато натуральная краска, что тоже немаловажно. Теперь беру я вот наши уже помытые яйца. Краска должна быть, в принципе, я всегда делаю в холодную, не знаю, в холодную краску, уже остуженную. Я кладу вот эти наши яйца. И ставим варить до готовности, ну так хорошо, вкрутую, чтобы они сварились. Посмотрим, какого цвета получится. Все, ставим. Ну-ка, посмотрим, какие у нас получаются яйца. Ой, они не оранжевые, не рыжие, какие-то розовые. По-моему, уже достаточно их варить. Сейчас я их буду вытаскивать. Ну-ка, девочки, посмотрим, что там с нашим тестом. Та-да-да-дам. Ой-ой-ой, крышечка-то прилипла. Ух-ты! Вот оно поднялось. Класс! А прошло где-то 2 часа и минут, наверное, 15. После того, как мы оставили. Теперь, по идее, его надо осадить. И еще оставить на пару часов. Хорошо его еще вот так помешаем, чтобы она опять осела. Хорошенечко его вот так обсаживаем. Вот так. Хватит. Так, думаю, хватит. И оставляем опять еще часа на 2. Ждем, пока опять подойдет. Ну вот, девочки, я уже дважды осадила тесто. Это вот уже оно треть, в третий раз оно уже вот так поднялось у меня. И сейчас мы будем уже перекладывать его в формы. Формочки. Для этого мы берем подсолнечное масло. У меня вот такого вот размера вот формочки бумажные. Так, теперь что мы делаем? Мы, значит, руки смазываем маслом. Иначе мы не сможем переложить наше тесто в форму. Так, эта ложечка нам уже не нужна. Так, теперь берем такими небольшими порциями. И кладем до половины. Наполняем нашу формочку до половины. Вот я переложила, значит, тесто в эти формочки. Положила чуть больше половины. Чуть больше половины. Теперь я накрою это все полотенцем. Они должны еще где-то часик постоять уже вот так в формочках. А я пока начну разогревать духовку. Потому что паски мы будем ставить в разогретую духовку. Девчонки, вот прошел уже час. Наше тесто в формах поднялось. И сейчас я буду ставить его в духовку на 180 градусов. Ну, по рецепту минут на 40-45. Но вообще буду пробовать. Буду пробовать. Ну вот, с Богом. Будем ждать теперь. Ну вот они какие получились. Вот, поднялись, подрумянились. Сейчас одну попробую. А потом буду украшать. Вот, по-моему, очень даже неплохо. Посмотрим, как на вкус. Ну, попробуем. Так, какую попробуем? Давайте вот эту маленькую. Вот эту немножко кривенькую. Ее и попробуем. Ну-ка. Вот она какая. Вот. Хорошенькая. Ну-ка. По-моему, очень даже ничего. И пропеклась. Ну-ка попробуем. Ну что, девочка. Похоже на булочку. Надо было чуть больше сахара добавить. А так очень даже вкусненькая. Я бы, конечно, еще корицы бы туда подбаливала. Но дети мои не любят. Поэтому сделала без корицы. А то Пасхи очень подходит. Ну, и я вообще обожаю. У меня теперь две любви. Девочки, ну вот он, конечный результат моих стараний. Вот такие Пасхи у меня получились. На вкус тоже очень даже вкусненькие. Мы попробовали уже. Ну что, девочки, что я хочу сказать. Рецепт хороший. Ну, я бы добавила сахара немного побольше. Хотя бы полстакана. И выпекала я где-то час. Но не хватило мне еще минут пять. Чтобы подрумянились бока. Так что, в принципе, где-то час-час десять. Мне кажется, будет самое оно. Ну, хочу поздравить вас с наступающей Пасхой. Желаю вам всем здоровья, мира, добра. Хорошо проведите эти выходные. Сидите дома, как нам рекомендуют. Ну, что поделать, такое время наступило. Лучше подстраховаться и не рисковать. Никуда не ходить. И такая самоизоляция сейчас, по-моему, самая необходимая вещь сейчас. Ну, всем желаю удачи. Хороших выходных. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok